МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областной администрации представили нового директора Департамента массовых коммуникаций. 14 сентября на эту должность был назначен Денис Денищенко, общественный деятель, журналист и советник губернатора. Во время брифинга новоиспеченный чиновник рассказал коллегам о первостепенных задачах и планах своей работы. Подробности далее. Я считаю, что власть должна быть открытой и постараюсь работать в этом направлении. Так обратился к журналистам новый директор областного департамента массовых коммуникаций Денис Денищенко. Свою работу в новой должности Денис Викторович планирует начать с подбора кадров. Я хочу в ближайшее время объявить конкурс на несколько вакантных должностей в департаменте. Хочу привлечь несколько молодых специалистов, ребят, которые просто горят и хотят двигаться, как бы изменяться. Изменять страну свою к лучшему и регион. Отвечая на вопросы журналистов, Денис Денищенко сообщил, что есть намерение возобновить издание областной газеты, чтобы доносить информацию до отдаленных сел и городов. Также в планах вещание областных СМИ на оккупированных территориях и работа с иностранными журналистами. По мнению директора, это поможет формировать проукраинские настроения среди скептиков. В ближайшее время Денис Денищенко планирует встретиться с главными редакторами всех газет, издаваемых на территории Луганщины, чтобы услышать их мнение о сотрудничестве. Наталья Воинова, Илья Трофимов, Падии. С 29 октября начинается прием заявок в новую национальную полицию в Луганской области. Об этом говорили на пресс-конференции в Северодонецке начальник главного управления МВД Украины в Луганской области Анатолий Науменко и советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Подробности знает наш корреспондент. 29 октября начинается прием заявлений в новую национальную полицию в Северодонецке-Лисичанске. Все желающие вступить в ее ряды должны пройти специальные тесты и серьезную подготовку, говорит Анатолий Науменко. Там создана специальная комиссия, есть специальные тесты, есть специальные люди и так далее. Единственное, мы сейчас изучаем, конечно, немножко нужно по-другому строить. Мы делаем макет сейчас. Изменится в первую очередь объем работы в связи с обстановкой на Луганщине. Поэтому деятельность нашей полиции будет отличаться от других областей Украины, говорит советник министра МВД Иван Варченко. На территории Луганщины и Донеччины обставины дещо инши, чем на мирной территории Украины. Это уже сгаданная наявность великой кількости оружия, которая в разы перевищает количество оружия на этой территории, в разы, в десятки разов перевищает, чем на аналогичных территориях, на мирных областях. С врахованием этих обставин будет действовать новая патрульная служба национальной полиции. А все иное будет. Будут и коты, которые врятованы, будут и бабушки, которые переводятся через дорогу. Будет и допомога консультационная. Всего на службу в северодонецке Лисичанске с конца октября планируется набрать и подготовить 250 человек. Юлия Тинеева, Вадим Цветков, Пудии. Жительница станицы Луганской подорвалась на растяжке. В Донецком водопроводе обнаружен трупный яд, а террористы незаконной ЛНР объявили о создании золотовалютного резерва. Подробнее об этом в нашем обзоре. Сегодня ночью в боевике так называемый ЛНР обстреливали опорный пункт вооруженных сил Украины вблизи Крымского. Наши военные в ответ не стреляли, придерживаясь режима прекращения огня. В результате детонации растяжки пострадала мирная жительница. За информацией Головного управления МВС у Луганской области 14 вересня о 10.30 до Станично-Луганской районной и территориально-медичного объединения с диагнозом осколкового поранения по тилиці госпитализовано місцевому мешканку 1943 року народжения. У ході проведения перевірки встановлено, что вказанное телесное ушкоджение пенсионерка отримала 13 вересня приблизно 19.00 у Станицы Луганской в наследок детонации и растяжки. Режим тишины украинские военные активно используют для повышения профессионального мастерства на полигонах. Ремонтируют боевые машины, обучают новобранцев шестой волны мобилизации. Силы АТО полностью контролируют ситуацию на Луганском и Артёмовском направлениях. В ДНР отключают воду на 10 дней. Говорили, что просто профилактика. Оказалось, нашли какую-то заразу. Пишет пользователь Андрей Андреев на ELIS.com.ua. Также издании удалось выяснить, что инфекция может быть связана с трупным ядом, попавшим каким-то образом в трубы. Террористические власти справиться с таким заданием не могут. Донецк водоканал был вынужден обратиться к российским специалистам, которые, в свою очередь, отказали в помощи. В непризнанной Луганской республике планируют обзавестись золото валютным резервом. Об этом, как передает Луганский информцентр, заявил главарь террористов ЛНР Игорь Плотницкий. Источником золота, по его словам, могут стать несторождения на территории региона. Глава ЛНР также добавил, что золото валютный резерв – это как у атамана, у которого всегда должен быть золотой запас. Иначе хлопцы разбегутся. Конец цитаты. На официальной странице российского МЧС появилось следующее сообщение. С Ногинского спасательного центра МЧС России отправились автомобили с гуманитарной помощью Донецкой и Луганской областям. Сторонники боевиков ДНР и ЛНР в соцсетях, как в Российской Федерации, так и в Украине, от этого сообщения чиновников находятся в определенном шоке, так как этот государственный орган Российской Федерации фактически впервые признал оккупированные пророссийскими террористами районы на востоке Украины Донецкой и Луганской областями. О том, что на территориях временно контролируемых российскими сепаратистами на Донбассе уже начали запрещать символику так называемой «Новороссии», рассказывают сами представители незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет цензор со ссылкой на блогера Русарум, который ранее поддерживал сепаратистов. В частности, блогер пишет, что символику, как и саму идею создания Новороссии, использовали политтехнологи. А сейчас они все сливают, ведь потребности в этом больше не видят. Это еще не все. Далее в выпуске вы узнаете о таком. В Рубежном прошел городской этап всеукраинской акции «Запобихты в Рятуваты до Помахты». В Сватовском районе прошла спартакиада среди представителей предприятий, школьников и военных. Украинская альпинистка на вершине Эльбруса развернула национальный флаг с гербом Луганска. В Луганской области заканчиваются сроки подачи инвестиционных программ и проектов регионального развития на рассмотрение правительства, которые должны реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития на 2016 год. Согласно постановлению Кабмина, 90% финансирования этих проектов из госбюджета и 10% из местных. Единственный населенный пункт, который пассивно участвует в этом процессе, город Лисичанск, сообщает пресс-служба обладминистрации. А вот в Новоайдаре решили, стучите и вам откроют. Чтобы превратить учебное заведение в современный образовательный центр, одного профессионализма и таланта педагогов недостаточно. Особенно, если это не просто школа, а школа-интернат, в которой дети не только обучаются, но и проходят курс лечения. Около 2 миллионов гривен на ремонт Новоайдарской школы-интерната в этом году выделила Луганская областная государственная администрация. На что были потрачены деньги, узнавал наш корреспондент. Замена окон, кровли, полов, реставрация процедурных кабинетов. Это далеко не полный перечень работ, которые были проведены за средства областного бюджета в Новоайдарской школе-интернате. Сумма почти в 2 миллиона гривен, по словам вместителя директора учебного заведения Надежды Солодухи, хоть и большая, однако не смогла покрыть все потребности. На помощь пришли волонтеры, которые обеспечили недостающими материалами. 44 окна еще поменяли в жилом корпусе, чтобы деткам было теплее. И поменяли вот сантехнику. Сделали теперь, чтобы у них на каждом этаже был бойлер с горячей водой, были новые умывальники, ногомойки и привели в современный вид туалеты. В школе-интернате обучаются 275 детей со всей Луганской области с заболеваниями верхних дыхательных путей. Срок нахождения ребенка в учреждении – один год. За это время ученики проходят несколько курсов оздоровительных программ. На каждого ребенка, который приезжает к нам на оздоровление, составляется оздоровительный план на весь год, в который входят два курса массажа, лечебная физкультура, которую дети проходят два раза в неделю, и они стоят в расписании уроков. Любимыми процедурами у школьников являются соляная комната и массаж. Здесь, по словам врачей, дети имеют возможность полностью расслабиться, что благотворно влияет на процесс их реабилитации. Персонал школы надеется, что и в следующем году ремонт учебных помещений продолжится. Иван Полупанов, Илья Трофимов, Падеи. В Рубежном прошел городской этап всеукраинской акции за побихты в рятуваты-дупомахты. В этом году спасатели объединили свои усилия вместе с медиками и приурочили мероприятие ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Что из этого вышло в материале наших журналистов? Студенты Рубежанского индустриального педагогического техникума стали участниками всеукраинской акции за побихты в рятуваты-дупомахты в рамках празднования Всемирного дня оказания первой медицинской помощи. Совместно с городской организацией общества Красного Креста провели мероприятие спасателей Рубежного. Здесь сегодня будет продемонстрировано пожарно-техническое вооружение, которое имеется на вооружении Рубежанского городского управления. Будут показаны различные приемы проведения спасательных работ, проведено тушение условного пожара. Также присутствующим студентам техникума будут рассказаны основы безопасности при обнаружении различных взрывоопасных предметов. О работе спасателей ребята узнали не только со слов профессионалов, но и наглядно. Желающие могли примерить рабочую форму и потушить условный пожар. Я почувствовал себя героем, потому что спасатели от МЧС – это величайшее дело. Это спасать людей, тушить. Действительно, за душу берет. Врачи скорой помощи и волонтеры Красного Креста обучали навыкам оказания первой медицинской помощи. Накладывание шины, принципы сердечно-легочной реанимации, фиксирование шейного отдела позвоночника, остановка кровотечения. Теперь студенты готовы к любым неожиданным ситуациям. Я примерно теперь знаю, как делать искусственное дыхание, что для этого нужно и, впрочем, все остальные помощи. Теперь знаю, что нужно в любом случае помогать скорой помощи. А чтобы полученные навыки надолго остались в памяти студентов, специалисты по гражданской защите подготовили тематические памятки и листовки. Галина Корешняк, Илья Трофимов, ПОДИИМ. На базе спортивного комплекса села Гончаровка Сватовского района прошла традиционная спартакиада среди представителей территориальных общин, предприятий и учащихся школ. Соревновались любители здорового образа жизни в девяти видах спорта. Среди участников спартакиады были и военные, которые базируются неподалеку Сватова. За ходом соревнований наблюдали и наши корреспонденты. Утром на Гончаровском стадионе «Людно». В 14 команд-участниц районной спартакиады до начала соревнований выстраиваются на поле. Среди желающих принять участие в соревнованиях и ученики школ, и спортсмены с опытом. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. После торжественного открытия спортсмены отправились на площадки. Участники спартакиады бегали на короткие дистанции, переносили вес, поднимали гири, боролись на руках. В общем, определяли первенство в девяти видах спорта. Лучших награждали в личном зачете, а судьи считали их баллы, чтобы определить и лучшую команду. Виды спорта у нас футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, как среди мужчин, так и женщин. Армрестлинг, гиревой спорт, потом легкоатлетический кросс, перенос веса, вес 50 кг и перетягивание каната. Ну, уровень, я считаю, очень хороший. Спасибо многим командам, которые откликнулись, приехали. Анна Боровая, ученица восьмой школы, стала лучшей в забеге на 800 метров. Буквально два месяца назад я просто начала заниматься для СЭБы. Бегала на стадионе Нива, каждый день бегаю, утром и вечером. То есть 25 кругов бегаю. На площадке, где соревновались гиревики, желающих показать свою силу, хватало. Один из них, военнослужащий Андрей Сачок, стал лучшим в своей весовой категории. Брал участь в гиревом спорте, так как я при навчании в высшем порам занимался, то я и так вырешил брать. Взял первое место, за результатом 15 раз в Поштовхе. Участвовали в спартакеаде и представители территориальных общин. Самое сложное, говорят, было даже не подготовить команду, а доехать до места проведения соревнований. В принципе, подготовка, как обычно. Главное было забрать команду и обеспечить ее транспорт. Ехали не зря. В итоге первое общекомандное место завоевала именно Миловацкая территориальная громада. Она и будет представлять Сватовский район на областной спартакеаде, которая пройдет в Белокуракино. Алексей Хомутов, Павел Кущ, Падеи. И в продолжении выпуска новости за рубежом. Известный российский политолог Белковский заявил в интервью телеканалу «Дождь», что Россия, по его мнению, вступила в последнюю фазу своего псевдоимперского существования. Белковский считает, что концепция «Путин – это Россия» подразумевает деградацию сознания людей, которая уже идет ускоренными темпами. Также российский политолог заявил, что хозяин Белокаменной боится Украину, потому что не может с ней справиться. Потому что Путин, будучи очень удачливым лидером, который выходил из большинства роковых переделок в своей президентской биографии сухим, на Украине всегда, черт побери, терпел поражение. Вот Украина всегда была его проклятием. А тем временем в России депутат застрял в танке. В Нижнем Тагиле на выставке военной техники депутат Госдумы Игорь Зотов решил осмотреть один танк изнутри и залез в кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу, цитата, пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину, сообщает издание. Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов. А украинская альпинистка на вершине Эльбруса развернула национальный флаг с гербом Луганском. Об этом сообщает главком. Альпинистка Екатерина Долькина сказала, ей удалось подняться на восточную вершину Эльбруса на высоту 5 642 метра. 12 сентября день города Луганска. Это мое поздравление родному городу и мой любимый флаг, сообщила Долькина. Напомним, этой зимой луганская путешественница развернула флаг Украины с гербом Луганска и в Антарктиде. И в завершение погоды. 16 сентября в Луганской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-10 градусов, днем 20-25 градусов тепла. В Северодонецке ночью плюс 8-10 градусов, днем 21-23 градуса тепла. В Луганске ночью плюс 8-10 градусов, днем 23-25 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LotalGUA и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова